Знаете, что общего между самым гениальным мультфильмом и обычной анимационной посредственностью? И в одном и в другом произведении обязательно найдется парочка ляпов. Не так давно состоялась премьера мультфильма Эмоджи, и пока воспоминания о картине еще свежи, давайте разберемся, где же прокололись уважаемые создатели вселенной Смайлов. Подписывайтесь на канал и обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также ставьте лайк, если хотите, чтобы ролики выходили чаще. Мы по-большому! Итак, первая ошибка относится к мистическому появлению детей в коляске, которую катит миссис Понч. Серьезно, ребят, под каким бы углом мы не пытались посмотреть, как бы не оправдывали невозможность увидеть ее содержимое наличием высоких бортиков, все равно факт остается фактом. Никаких малышей в транспортировочном средстве и в помине нет. Зато через несколько секунд, когда знакомый многодетной мамаши Смайл Меээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Чудеса, да и только. Дай пять, не вздумай. Помимо загадочных появлений, в данной картине наблюдается необъяснимое исчезновение. Требуйте примеры? Пожалуйста. Как только Джин выходит из своего подъезда, слева на полу под почтовым ящиком мы отчетливо видим четыре письма. Но уже в следующем кадре, когда главный герой решил показать свои танцевальные способности на широкую публику, писем и след простыл. Не знаем, стоит ли считать этот ляп серьезным, но то, что в Текстополисе ужасный почтовый сервис, это факт. Что может быть лучше, чем первый рабочий день? Да, в общем-то, много чего. Но в мире смайлов самая ценная награда это трудовые будни, проведенные на эмоджи панели. Когда наш труженик идет по дороге, мы можем наблюдать скромно сидящую бабушку на скамейке, которая всего за один кадр поменяла руки с одного положения в другое. Если бы там сидел подросток, то можно было бы все списать на скорость рук. Но уж пожилые люди так быстро двигаться не могут. Ну вот сейчас вслух сказал и как-то не уверен. Следующий ляп связан с несоответствием виртуальной и реальной действительности. В мультфильме игра Candy Crush представлена девятью вертикальными конфетными рядами. В то время как в разрешении телефона их всего пять. Мы, конечно, понимаем, что подобный прием был сделан аниматорами ради визуальной эстетики и наполненности кадра. Но, тем не менее, на на взгляд подобную несостыковку можно смело считать ляпом. Блин, танцевальный раунд! Может эпизод, о котором сейчас пойдет речь и не является ошибкой, но некая доля странности в нем все же есть. Обратите внимание на юношу, который на заднем плане, залипая в телефоне, бредет по направлению ко входу в школу. Через мгновение мы становимся свидетелями его движения в обратную сторону. То ли у него появились серьезные причины прогулять уроки, то ли он решил, что есть масса более увлекательных занятий, чем грызть гранит науки. А может, парень просто не в себе. В любом случае, ситуация действительно неоднозначная. Этот круглолицый малость глючит. Что не ляп, так дело касается престарелых людей. Мы не специально. В сцене, когда идет оживленное игровое противостояние, судя по эмоциям не на жизнь, а на смерть, у одной из игроков куда-то пропадает родинка, хотя в следующем кадре она необъяснимым чудом появляется. Многие могут отметить, что она закрыла ее рукой, но нет. Родинка находится чуть правее глаза, а это значит, что как бы она ее не скрывала, мы бы все равно увидели ее. Да, этот ляп совсем незначительный, но раз уж мы взялись искать недостатки, то нужно учитывать любую мелочь. Смайл зашли. Очутившись в конфетной стране, наши герои обдумывают план, который поможет им добраться до места назначения. В этой ситуации отлично бы помогла карта, если бы она была правильно составлена. Но видимо аниматоры эмоджи считают, что точные координаты для слабаков, и поэтому решили немного усложнить главным персонажем задачу. Внимательно взгляните на панель мобильных приложений. В самом крайнем ряду слева, на втором кубике снизу, изображено что-то наподобие фонарика. А теперь переведите взгляд вправо, на соседнюю клетку. Насколько нам позволяет рассмотреть зрение, там расположен символ родного города Смайлов, Текстополиса. Но уже в новом эпизоде зрителям показывают, что рядом с фонариком находится приложение YouTube. Не знаем, что вы думаете по этому поводу, но лично мы считаем такое расхождение в деталях серьезной ошибкой. И удивляемся везению, которое сопутствовало друзьям при прохождении такого опасного и запутанного пути. Я ошибся, но я все исправлю. Планировка города очень ответственный процесс. И если отнестись к этому несерьезно, то может произойти непоправимое. Например, дома начнут сами искать себе удобные места, ну раз им строители не смогли подобрать что-то стоящее. Так случилось и в одной из сцен мультфильма Эмоджи. Взгляните на здание, виднеющееся вдалеке. Как вы можете видеть, две постройки стоят на одной стороне, а павильон подарок находится на противоположной. Но как только кадр меняется, все три здания оказываются в одном ряду. Возможно, в Текстополисе ни у кого не вызывает удивления способности домов ходить друг к другу в гости. Но тогда создатели должны были потрудиться объяснить подобное явление зрителям. А раз они этого не сделали, значит мы имеем полное право рассматривать нестабильную ситуацию со зданиями как самый настоящий ляп. Кажется, телефон сошел с ума. Алекс все же отважился написать девушке, которая ему нравится. Но он и не подозревал, что телефон был неисправен еще до того, когда Джин разгромил всю рабочую студию Эмоджи. При выборе красивой рожицы мы четко видим на дисплее, что смайл-стесняшка находится ниже смайла улыбашки. Но через мгновение нам показывают совсем другую картину. И что в этом такого, спросите вы? Только представьте, что всего одно легкое движение руки могло превратить сентиментальное послание девушки в саркастическую насмешку. В принципе, так в итоге и получилось. Но это уже другая история. Вот и все. Это были 10 ляпов, притянутых, вернее, с трудом найденных нами. Обязательно пишите в комментариях, в каком мультфильме нам еще следует найти неточности. А также подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропускать свежие видео. А с вами был Николас. Пока! Кстати, ребят, кто-нибудь из вас играет в Black Desert? Если нет, рекомендуем попробовать. Вас ожидают захватывающий сюжет, крутые возможности, в том числе и конкурсы на розыгрыше дорогих призов. А также отличная графика. Спешите скачать игру бесплатно. Для этого просто переходите по ссылке в описании к видео, устанавливайте ее и погружайтесь в фантастический мир Black Desert.